Я знаю многих людей, которые, увидев однажды, уже и детишек ведут, и всё, и заражены этим видом спорта. Я их знаю немало. Более того, всё-таки большинство тех, кто знают художественную гимнастику, любят её. Но я к тому, что нынешняя трансляция в этом напряжённом спортивном воскресном дне, это совсем другой кусочек мозаики, которая сложится к сегодняшнему вечеру. И те, кто вместе с нами утреннюю часть спортивной картины дня посмотрели, мне кажется, об этом не пожалеют. С Богом, девочки. Вот как бы попрощавшись заранее, да, предварительно, мы переходим к заключительному номеру, в соревновательной программе 29-го чемпионата мира по художественной гимнастике, которая вот заканчивается в японском городе Мие. Заканчивается выступлением сборной России с лентами и скакалками. КОНЕЦ Умница. Держи, держи. КОНЕЦ Боюсь, что к ней шло, да? Два раза догнали ленту ускользающую, третий раз не удалось это сделать. Сложнейшее упражнение, я не понимаю, что откуда вылетаетесь. Полный привет, я поймал себя на том, в какой-то момент, что сомневаюсь, сумею ли я заметить ошибку, если она произойдет. Потому что такое, такая феерия. Я не понимаю. Чего летала куда-то, откуда-то вылетала. Я даже не очень понял, чья же это была в конце концов ошибка, бросающей или ловящей, когда лента все-таки приземлилась на ковер. Все равно умничка. Да еще какие, чемпионки мира. Замечательно. Жаль, что сборная Беларуси упустила шанс победить в этом финале. Можно констатировать, что итальянки стали двукратными чемпионками нынешнего первенства. Почему же? Так, ты хочешь сказать, что даже с такой потерей наши могут обыграть итальянок? Давайте дождемся оценки. Хорошо. Мне так хочется в это верить. Ладно. Я буду рад убедиться в том, что твоя вера не безосновательна, а пока продолжим прощаться. Да? Да. Дело в том, что это первый из трех чемпионатов мира, который будет показан нынешней осенью на НТВ+. В октябре мировое первенство по спортивной гимнастике в Лондоне. В ноябре по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Петербурге. То есть, соединив это обстоятельство с тем, что чемпионат мира по художественной гимнастике 2010 пройдет в Москве, можно констатировать, что давно и уже, видимо, окончательно прошло то время, когда мы наблюдали наших только по телевизору, выступающих в Мадриде, Токио, Париже и так далее, и так далее, и так далее. Приходите на трибуны. Что я еще могу сказать на эту тему? Не оставляйте их такими же полупустыми, какими они были в МИЕ в первые дни соревнований, когда там выступали гиперзвезды Канаева, Бессонова. Но это будет несколько позже. А пока мы все-таки ожидаем заключительную оценку этого чемпионата, чтобы подвести окончательный итог. Ведь японки пока на третьем текущем месте. О, как может обернуться это дело. Женечка. Такое ощущение, что всю энергетику прям отдают. Вот, говорит, давайте родителям. Ну, третье. Третье. Японкам, слава тебе Господи, не проиграли, но уступили сборным Белоруссии и Италии. Все равно умница. Ну, что же, эта молодая во всех смыслах слова команда увезет домой, каждая из участниц этой команды увезет домой по одной золотой и по две бронзовые награды. Это гораздо...